Покажите, как правильно держать. Два пальчика загибаем, Петя. Писать правильно и красиво учат с первого класса. Именно в этом возрасте дети к процессу относятся со всей серьезностью. Очень сложно, но я стараюсь, чтобы все получалось. Уже в раннем возрасте у человека вырабатывается свой стиль письма – почерк. Над ним трудятся вместе учитель и ученик. Важно, чтобы была правильная осанка, посадка при письме. Но также немаловажно, чтобы дети и сами были старательными и терпеливыми. Ученики билингвального класса Марины Кошелевой учатся выводить не только русские буквы, но и английские. Объем работы, конечно, увеличивается. То, что дети параллельно учат и русские буквы, и английский. Но я заметила, что... Ну, нам кажется, что они могут путаться. Я заметила, что они не путают буквы. Но часто почему-то пишут их в зеркальном отражении. Почерк бывает разный. Он может быть красивый, а может быть некрасивый. Красивым почерком могут похвастаться далеко не все взрослые. Усовершенствовать его помогут курсы каллиграфии. И тут снова, как в первом классе. Усердные занятия и за несколько месяцев можно исправить любые каракули. Всегда. Все. Мы начинаем с палочек вверх, палочки вниз, с петелек, с овалов, с дук, верхних, нижних, гаммы пишем. И только потом к буковкам. Гээээ. Все по алфавиту четко. Почерк человека – это его визитная карточка, которая о многом способна рассказать. По почерку можно определить даже некоторые черты и свойства личности. Крупными буквами чаще пишут люди эмоциональные, открытые и общительные. Мелкий же почерк наоборот демонстрирует сдержанность, скрытность и целеустремленность. Буквы среднего размера не имеют значения. Строчка стремится вверх, ее автор – оптимист. Спускается вниз, человек, вероятно, пессимист или имеет заниженную самооценку. Такие детали помогают криминалистам провести почерковеческую экспертизу и установить, кто же написал текст или подписался под ним. Алена Кушекова, Алексей Канев, Александр Ёлтышев. Время и мало. Салихард.